Космический телескоп Джеймс Уэбб – это орбитальная инфракрасная обсерватория. Самый крупный и с самым большим зеркалом. Сегментированное зеркало общим диаметром 6,5 метра. Но монолитное зеркало самое большое всё ещё у Гершеля – 3,5 метра. Космический телескоп из когда-либо запущенных человечеством. Космический телескоп Джеймс Уэбб успешно достиг точки Лагранжа Л2. Там он проработает следующие 5-10 лет, наблюдая за глубинами Вселенной. О том, что 24 января инфракрасный телескоп Джеймс Уэбб достиг точки Лагранжа Л2, сообщили в НАСА. В течение следующих 5 месяцев специалисты космического агентства будут настраивать обсерваторию и выравнивать зеркала. После этого телескоп начнёт работу и предоставит первые научные данные. Ожидается, что они поступят в июне 2022 года. Точка Лагранжа Л2 находится на расстоянии 1,5 млн км от Земли, что почти в 4 раза дальше Луны. Оттуда космическая обсерватория сможет регистрировать электромагнитное излучение в диапазонах, в которых земная атмосфера непрозрачна. За счёт размещения на галоорбите в точке Лагранжа Л2 разрешающая способность телескопа будет в 7-10 раз больше, если бы мы его разместили на Земле. Первой целью Джеймса Уэбба станет звезда в Большой Медведице. По её фото будут настраивать телескоп. Инженер Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства НАСА США успешно активировали 4 научных прибора, которыми оснащён космический телескоп Джеймс Уэбб. В дальнейшем начнётся этап фокусировки основного зеркала, на первой стадии которого телескоп устремит свой взор к звезде HD 844-06, расположенной в созвездии Большой Медведице. Согласно имеющимся данным, полученные в результате наблюдений за звездой HD 844-06, изображения не будут использоваться в научных целях. Однако они помогут инженерам провести выравнивание 18 сегментов 6,5-метрового зеркала телескопа. Снимки будут сделаны с помощью камеры ближнего инфракрасного диапазона, которая сначала должна охладиться до рабочей температуры в минус 153 градуса Цельсия. В начале у нас будет 18 отдельных размытых изображений. В конце мы получим одно чёткое изображение. Так пояснил данный вопрос член исследовательской комиссии Марк Маккогрин. Ниркам будет наблюдать за звездой HD 844-06, в то время как инженеры NASA продолжат фокусировку зеркала, выравнивая его сегменты с шагом перемещения в нанометр. В конечном итоге должна получиться идеально ровная поверхность, но добиться этого удастся не ранее конца апреля. Только после этого начнётся отладка научных инструментов телескопа, в том числе фокусировка на объектах дальней части Вселенной. Ожидается, что первые полноценные изображения с телескопа будут опубликованы в июне-июле 2022 года. Отмечается, что ни один из трёх других инструментов не может взять на себя работу по настройке зеркала GWST. Это означает, что успех миссии во многом зависит от того, как будет работать ниркам. Если ниркам выйдет из строя, и мы не сможем настроить зеркало, вот почему это, по сути, две камеры в одной. Есть полное резервирование. Если одна из них выйдет из строя, у нас останется другая, сообщил Марк Маккоргин. Что касается других научных инструментов GWST, то за время путешествия телескопы-инженеры НАСА уже проводили частичное включение инструмента среднего инфракрасного диапазона МИРИ. В конструкции также имеется спектрограф ближнего инфракрасного диапазона НИРСПЕК и инструмент FGC НИРИС, представляющий собой датчик точного наведения с камерой и бесщелевым спектрографом. К настоящему моменту уже была отключена система обогрева, которая использовалась во время полета аппарата к месту назначения в точке Лагранжа Л2 системы Солнца-Земля, примерно в полуторах миллионов от нашей планеты. Несколько недель потребуется на то, чтобы все инструменты достигли рабочей температуры. Для МИРИ это всего на 5,5 градусов выше температуры абсолютного нуля, минус 273 градуса, при которой движение атомов останавливается. Спектрографы могут функционировать при более высоких температурах в районе минус 236 градусов. После достижения рабочих температур, инструменты НИРКАМ и МИРИ начнут создавать потрясающее изображение звезд и галактик. А спектрографы предоставят подробную информацию о химическом составе этих далеких объектов. Всем спасибо за внимание и до новых встреч!